Скажите, пожалуйста, вы даете право на публикацию нашего разговора и на записи вашего разговора? Писайтесь, пожалуйста, как вас зовут, какого года рождения, откуда вы? Князев Михаил Михайлович, 14.01.2000 года рождения. Еще раз, Князев Николаевич? Князев Михаил Михайлович, 14.01.2000 года рождения. Михаил, скажите, пожалуйста, какое у вас звание было в армии РФ, какая должность? Я эфрейтор, старший механик-водитель. Эфрейтор, старший механик-водитель. Как вы попали в Украину? Можете рассказать весь этот путь, начиная за месяц, может быть, за два, за три до 24 числа? Где-то числа 15 января сообщили, что будет учение на незнакомой местности в Курской области. В начале февраля погрузились на эшелон поселка Мулина, приехали в Курскую область, приехали на полигон, постоялые дворы, там, в течение двух-трех дней перевозили технику. Стояли там, как обеспечение. Потом сказали, что будем передвигаться где-то 200 километров от Курской области в сторону границы с Украиной. Переехали в село Доброе, где-то километров 10-15 от территории Украины. Там стояли два-три дня. Потом дали команду, что будет совершаться марш вдоль границы с Украиной. Я перевозил людей в это. В период от 21 до 24 числа людей из Курской области, был водителем КАМАЗа еще, имущество людей. Приехал 24 числа, получается, в 12 ночи, ну, получается, с 23 на 24 ночи приехал. Сказали тоже, что колонна построена, будем выдвигаться. Посадили механикам-водителям, набираем 1К и стали выдвигаться с того на территорию Украины. Что вы думали в этот момент? О чем? В этот момент ничего особо такого не думали. Ну, вы понимаете, что у Украины уже есть? Когда подъехали к территории, тогда уже да. Мы пересекли границу с Украиной в 6 утра, проехали где-то от территории Украины, ну, вглубь, 20 километров. Там остановились, целый день простояли. Вечером нам сказали, что нужно вывезти раненых. И попали под обстрел раненый, нужно было вывезти раненых. В ночь не поехали, поехали с утра 25-го числа. Проехали еще где-то 20-30 километров в сторону населенного пункта, какого не знаю. Туда подъехали, видели то, что ведутся боевые действия. Я первый ехал с командиром роты. Вы, наверное, удивились, да, что ведутся боевые действия? Конечно. Ну, когда, в принципе, в село там выезжали, там, командир роты, еще как-то все гражданские люди там выходили, махали. Ну, не думали, что здесь какие-то боевые действия ведутся. Они вам махают, выезжайте, а вы думаете, они вам махают привет? Просто выходили, махали, в принципе, никаких эмоций таких враждебных мы там в этом селе не видели. Ну, и чувствовали, в принципе, то, что как бы все нормально. А дальше? Вы думали, что вас ждут? Ну, думали все. То есть, все, освобождать кого-то есть, да? Ну, когда уже заехали, уже сказали, что будем стоять здесь рядом с территорией границы. И как бы потом поехали. Не, ну, между вами же были какие-то, я имею в виду чисто человеческие факты. Ну, разговоры. Да. Разговоры думали, конечно. Все, ну, кто-то что говорил. Потом проехали, 20 километров увидел в Тримплекс там лазер, то, что светит. И все, машину подорвали. Чудо вылез. Ну, контузия маленько. Из машины выпрыгнул там, сознание потерял. Думаю, что в течение там 10-15 минут очухал все. Из-под обстрела выбежал, там ни оружия, ничего не было. Еще полдня ходил там по ближайшим деревням. Там мирное население, в принципе, встретило. Ну, не то, что встретило, а как бы там останавливались, спрашивали там враждебных, в принципе, таких действий никаких. Они испытывали там, вышли там, покормили там, лады дали. То есть, ну, не били ничего. Не, ну, я понял, не били там, мы украинцы вообще такая, такой народ, не очень-то любим кого-то бить, без каких-то видимых причин. Да, но я имею в виду, а вот вы там ходили, вам как одобряли то, что вот вы из России пришли? Да, я один шел. Один. Ну, я помню, вы тоже видели, что вы... Ну, конечно, видно то, что я там, осерегались, то есть, некоторые там видели, уходили сразу по дороге. А так, в принципе, я людей в деревне пустые. Не, я имею в виду, вот, мы... А, когда ехали? Не, 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 когда вы разговаривали с местными, которые вас там кормили, поили водой, да вам кто-нибудь говорил, спасибо россияне, что вы пришли там нас освободить, вот такие вот... Нет, это уже, когда ехали, просто махали, это мы не останавливались, ни с кем не разговаривали. Потом там в селе остановились, там село пустое было, не было никого. Это уже, когда подорвали, я уже потом 1,25 ушел. Да, 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 вот тогда вот вам кто-то, вас благодарил кто-то за что-то? Ну, одни остановили, конечно, спрашивали, зачем вы сюда приехали, вы здесь не нужны. Ну, то есть, никто там не встречал там с аплодисментами, еще чего-то. А, конечно, все были против того, что мы сюда приехали. А вот эта вот марка деноцификации, которую возносил у вас президент, как вы это понимаете? Кого вы здесь деноцифицируете конкретно? Ну, мы сюда приехали, как я вот знаю, то, что мы сюда приехали как обеспеченцы, а то, что вот сейчас новости смотрим и вот это вот... Телевизор есть у вас? Да, да. То есть, мы новости смотрим и как бы понимаем то, что... И по отношению к людям, как с нами тут общаются, ведут. По сравнению с тем, что мы сделали уже здесь, нас, в принципе, тут уже должны были убить или еще что-то, убиваем тут мирное население. Ну, своими глазами видел, как там дома лежат, детские сада лежат. То, что относится... В российских новостях говорят, что это мы сами взяли и побомбили себе это дело. Россияне зашли, и мы решили сами себе побомбить все детские дома, детские садики и все остальное. Почему так? Как это объяснить? Информационная война идет, получается, еще как бы... Там пытаются мирное население убедить, что как бы мы зашли сюда, все правильно там делаем или еще что-то. Они же там не знают, что тут творится. А если мы новости смотрим, и как бы роты там, батальоны сдаются, складывают оружие, и летчики уже то, что там некоторые даже по приказу не стреляют в мирное население, это люди, которые здесь находятся, же это видят. Ну, вы понимаете, зачем вот мы делаем сейчас что-то на любви с вами? Чтобы доказать то, что как бы мы здесь сюда пришли. Мы ничего не доказываем. Нет, нет, мы ничего не доказываем. Он важный момент. Даже не доказать. Даже не доказать. Вы просто говорите, что идет информационная война, и идет война, да? Так мы вот пытаемся вот просто из ваших же слов, да, ну вот вы уже понимаете, что если и идет эта война, то она идет с Россией. Мы ничего не воюем, мы и на фронте защищаемся, и здесь сейчас мы защищаемся, обороняемся. То есть мы пытаемся правдой, общением, обыкновенным общением вот с вами же, с россиянами, показать россиянам же, что происходит на самом деле. И мы звоним, сейчас уже нескольким родственникам позвонили до вас, они не понимают, поэтому если мы сейчас будем разговаривать с вашими, пожалуйста, задайте эти вопросы, ну как они воспринимают действия России в Украине, вот просто да, и интересно услышать, чтобы это было, давай попробуем, да. Вы видели хоть одного иностранного служащего? Нет. Вы видели каких-то бандеровцев, которых вы, армию НАТО на территории Украины? Нет. С кем вы воюете, вот кого вы видите? Ну мирное население, людей, которые защищают свою страну, любят, ну семью свою защищают. А из военной, из людей в форме? В военной форме в основном тоже все, ну кто не говорил. Это вооруженные силы Украины или это какие-то мифические националисты вы имеете в виду военную форму? Что вы знаете про полк Азор? Батальон Азор. Потому что у вас ходят слухи, что это убийцы, которые ходят по Украине. Это обычные наши вооруженные силы, подчиняются нашим командам. У них просто такое название. Да. Давай попробуем назвать, это из родственников. Я нажимаю паузу, чтобы номер телефона не пропал в эфир. Ну как ты, сынок, где-то? Ну сказать не могу, со мной все хорошо, мама. Ой, Мишенька, ты понимаешь, сыночек, я бьюсь. Чего с тобой все хорошо? Дай мне с кем не то там поговорить, малыш. Да, мам, я тут сижу с людьми, со мной все хорошо, все здорово. Ты мне расскажи, что там говорят вообще. Ты скажи, что ты в плену. Что там говорят вообще? Я в плену, что вообще говорят про то, что здесь творится. Ничего, вроде бы обмен начали вчера 9 человек, поменяли. Да я не про это, мам. А про что? Я про то, что по телевизору вообще что говорят, что здесь происходит на территории Украины. Мишенька, я вообще не смотрю. Что происходит, все бомбят, все не поймет, что как освобождают. Миш, нас тут зажали вообще ничего. Она не поняла, что ты понял. Я тебе говорю, мам, про то, что как бы, что имеется в виду, думают там, ну, наши люди, что происходит, ну, что ты думаешь, что здесь происходит на территории. То есть или освобождать, или здесь война. Здесь война, мам, я тебе сразу говорю. Я знаю, что там война, но у нас это называется спецоперация, понимаешь, сынок? Здесь, мам, не спецоперация, здесь наши войска. Я это прекрасно знаю, я это прекрасно знаю, да, да, что наши войска там. Что они здесь убивают просто мирное население, это происходит полная демоция. Я знаю, сынок, я знаю, я все прекрасно знаю. Ну, вот я бы сейчас взяла плакат бы с удовольствием бы, да, и пошла бы на улицу. Миш, меня сразу мордой в асфальт упакуют, понимаете? На этом речь уже даже не про плакаты. У нас рот вообще нельзя открыть. Она понимает. Она не поняла, что вы в плену. Я говорю, я в плену, мам, она знает. А, она знает. Дай мне поговорить, кто там. Да, мам, нормально здесь все. Тут журналисты рядом, если хотите, можете говорить. Журналисты обычно сидят нормально. Я понимаю, понимаешь, просто у нас рот нельзя открыть, сынок. Ты же знаешь, я уже отзвонила все, ты понимаешь. Я уже демпрокуратуру в Питере и штаб западного военного округа. Я уже дошла до Госдумы. Я уже до губернатора до нашего дошла. Миш, ты понимаешь, вот все, вот нет, вот такое впечатление, что нет вообще проблемы с пленными. Я сегодня мне из Кремля снизу звонили, я с ними переругалась. Ты понимаешь, я бы вышла, я бы вышла бы на улицу, понимаешь, но меня сразу упакуют мордой в асфальт. Ты мне скажи, тогда просили там, я Свете звонил, видео выложить на моей странице, там разместили видео. А ну не вышло, сынок, а ну сынок не вышло, нет. Почему? Нет, ну здесь ничего, а я не знаю, значит все перекрывают. Мы все ждем, и мальчишки все твои, и рубят, мы все ждем, сынок, нет ничего. И мальчишки все, и другие. Ты мне скажи, ты мне скажи, там наши живые, не живые, батальон, который заезжал. Егор в госпитале в Москве. А там Санин? Ну про Санин ничего не слышно, про Читака-то? Да. Про Читака ничего не слышно, Хлебко убит. Ну это не Хлебко, я понял, я понял, командир Рота убит, это он со мной ехал в машину. Да, да, да. Это Никитин, он со мной. А видео нет, малыш, видео нет. Ладно, маму, давай это, там это. Какие новости смотришь? Новости, там по телевизору какие смотришь? Да, ну вот и папа смотрит, у меня нервов не хватает. Он смотрит, вот все это, вот это, сколько что, бомбили, сколько что, разбомбили. Не поймешь, что не поймешь. У нас, сынок, ты сам понимаешь, у нас говорят только то, что мы это. Все у нас хорошо. Я вот нашему телевизору вообще не вижу, ни на грамм. Я понял, маму, ладно, маму, давай, все хорошо со мной, жив, здоров, кормят, все нормально. Мишенька, ну дай мне поговорить, кто там с тобой. Ну, мам, тебя слышат, говори. Меня слышат люди, миленькие, берегите моего сыночка, я для вас на все. Только сыночка моего верните, старая, больная женщина, отец на протезе. Я живу. Мам, успокойся, все знают, я все рассказал, все хорошо. Люди, миленькие, сыночка моего верните. Как вы себе это представляете? Как вы себе это представляете? Как вы себе это представляете? Как вам его вернуть? Я не знаю. Я не знаю, люди миленькие, только, пожалуйста, не трогайте его. Его никто не трогает, во-первых. Во-вторых, вы видели грудничков у нас? Грудничков у нас, видели у нас, как бомбят? Нет, нельзя, детей нельзя спасти маленьких годовалых. Я все понимаю, я все понимаю. Вы думаете, я за? Я против вот этого всего, насилия, против всего. Хорошо. Я против, я бы сейчас вышел на улицу, понимаете? Смотрите, Михаила никто трогать не будет. Он вчера, сколько вы вчера... Подожди, мам, подожди. Сколько вы раз... Да, сыночек. Сколько вы раз вчера кушали? Мам, все нормально, трехразовое питание, на улицу водят. Просто когда ты кричишь? Кормят, все нормально, мам. Очень тихо, это будет очень плохо. Сыночек, миленький, родненький. Ну, держись, я не могу ничего котенок сделать. Ты видишь, я не знаю, я наше телевидение, я не смотрю, я не верю. Я вижу все это, сынок, я все это вижу, малыш. Там в списках части сказали, что я военный пленный. Ничего не сказали. Мне из Москвы, из части молчат. Вот сегодня мне с Кремля звонили, сказали, из части никаких данных нет, ждите. Ну, то, что ты военный пленный, мне подтвердили и из Питера, и из Западного военного округа. Да, ой, из Москвы, из Москвы. Ладно, мамонь, мамонь, все, успокойся, все нормально, мамонь. Давай, нас народу много. Мамонь, видите, ты только это, не девайся никуда. Давай, мамонь, все, мамонь, все будет хорошо. Видео посмотрите, ищи своих телеграм-канал, смотри, ищи своих. Смотри, слушай, слушай, в телеграм-канале, пускай пацаны все ищут, в телеграм-канале. Ищи своих, ну, я запишу, сынок, ищи, все ищут. Через телеграм-канал, ну, телеграм, ну, они знают, ты не поймешь. Ищи своих, там будет это интервью. Все, мамонь, давай, ищи, давай. На телеграм-канале ищи своих, будет это интервью. Только не пропадай, сыночек. Давай, мамонь, все хорошо, давай. Давай, малышенька, давай, моя красота. Еще кому-то звонить будем? Нет, все. Михаил, ну, что я могу сказать, у вас одна из... Адекватных. Адекватных матерей, нет, ну, тут просто мало того, что сказать, одна из адекватных матерей, их, в принципе, хоть сколько-то адекватных, очень сложно найти. Потому что, ну, вот мы сейчас разговариваем с людьми, спрашиваем, те же самые вопросы задает, нам отвечают, своему же сыну, отвечают, мы политикой не интересуемся. То есть, ну, вот, да. Так получилось, с вами поговорили. Я думаю, да, давай, мало времени у нас, мы хотим, как можно больше сделать с людьми. Просто, а россияне признают пленными у себя только тех? Кого уже опровергнуть невозможно. То есть, да, и мы хотим как можно больше все-таки с людьми сделать интервью.